Всем доброе утро, мои хорошие. Начинаем новый влог. Та-да-дам! Всем привет! Мама-человек. Что ты сейчас будешь делать? Ну я попробую белизнуешь. Да, мы сейчас с мамой диван должны принести. И мы пытаемся оттереть эти розовые пятна. Я попробовала сейчас потереть, как вы говорили, вот это вот грин... Ни хрена вообще. Даже ни капельки не посветлела. Это, не знаю, такое себе паста. Сейчас, подожди, я чуть-чуть потише сделаю. Да, вот этой губкой. В общем, мама идею подала, говорит, давай белизной. Ну вот, я думаю, что до сюда точно он будет. Если что, конечно, он перекроет эти пятна. Диван, то есть он у нас больше, чем тот. Ну давай попробуем. Ну, только чуть-чуть ты это, с краюшку. Вот прям вот сюда сделай, прям чуть-чуть. Попробуем. Ну-ка, убирай свой ну. Ну-ка. Ну, чтоб оно постояло чуть-чуть. Ну давай. Пятна эти не убираются в линолеуме, тогда можно побольше налить. Вроде бы не это. Не разъедают. Я не вижу, чтоб вообще что-то было. Это вот краска. Это надо, знаешь, типа, мне кажется, ацетона что-то. О! Да. Жидкостью для снятия лака. Ну, мне не ацетон, мне просто жидкость. Да, давай попробуем. Так, пробуем жидкостью для снятия лака. Мила в шоке. Вот, куча запахов. Да ни хрена. А даже нету, видишь, вот здесь вот. Ну вот у меня есть еще средство Баба-Яга такое. Сейчас. Оно вот чуть-чуть хотя бы оттирает, но тоже не до конца. А пималюксом если попробуете? Я, я пробовала пималюксом, не, не. Вот такое средство есть. Баба-Яга в Галамарте брала. Оно оттирает многие, вот знаете, ну, во всяком случае, от него вот так вот сейчас. Я пальчиком прямо вот так делаю, вот так. Не боишься? Нет, оно такое беззащитное. Ой, беззащитное, господи. Не страстное. Оно хоть немножко, знаешь, растворяется. Уборщица, уйди отсюда. Кажется, можно выключить пока. Сейчас оно вот чуть-чуть вот так вот постоит. Но уже просто были эти пятна. Там я их убирала, но они опять же как-то не до конца. Вот, видишь, вон я их убирала. Они вот так вот убираются. Ну все. Дай, дай сюда. Короче, тоже ничего не отмылось. Что-то вообще оно бездействует сейчас. Видимо, слишком жестко. У нас еще один есть вариант. У нас есть вот такой вот очиститель фасадов. Что он тут делает на значение? Короче, мы плитку убирали, там все лишнее. Знаете, вот это когда штукатурка осталась такая. Ну жестко прям вот, жестко. Там тоже в перчатках надо. Короче, сейчас попробую. Эффективно отдаляют. Вот, высолы, цемент, накипь, плесень для камня, кирпича, бетона, керамической плитки, нержавейки. Блин, ну что-то я боюсь. Все, короче, ничего не помогает. Остались эти пятна. Мама говорит, еще спиртом можно попробовать, ацетоном. Но спирт где-то лежит. Мне кажется, честно, без спинта будет. А может, даже я, по-моему, пробовала спиртом прошлые пятна отодрать. Короче, у нас диван большой, на самом деле, он должен встать здесь больше даже. Вот, он будет где-то досюда, вот так вот. И здесь он будет больше с выступом, поэтому, я думаю, ничего видно не будет. Все будет нормально. Сейчас крошка Юфи убирает. У нас здесь помогает. Деня кушает макароны с мясом, да, Деня? Ну, давай, кушай. Бабушка принесла. Ну, в общем, сидим, ждем звонка. Вот уже час, с часа до трех, да, нам? Два часа осталось. Вот сидим, ждем. Я пью кофе. Мама будет красить меня, я не знаю, сейчас будет красить или как мы это сейчас сделаем, да? Чтобы потом, если ребята придут собирать, чтобы я тут с головой не ходила. Тоже, да? Вот тоже нормально? Перекрестный влог? Да. Нужно это... Хотите посмотреть, как это выглядит со стороны к маме? Переходите, ага. Тоже теперь до трех часов сиди, жди, а потом к вечеру крась, а потом еще мне снимай. И вообще-то я сегодня хотела выйти из дома, сегодня же мама приехала, а значит у меня выходной. Ну, ни хрена не выходной. Это как вообще? Ладно, надо попить кофе, одну-вторую крошечку и жизнь наладится. Так, ну что, крошки? Дэнь, давай, бежи отсюда. Диван привезли. Вот, сейчас его быстро установят. Я вам покажу. Мама счастлива, да? Это. И будем красить волосы мне потом. Смотрите, девочки, очень красивый цвет пришел. Я уж даже не ожидала, что он холодный бежий. Я думала, он будет чуть тепловатый, как предыдущий наш, но нет, этот цвет вообще идеальный в кухню. В общем, собираем. Бабушка, бабушка решила уже опробовать диван. Все, нам собрали. Смотрите, какой красивый цвет, как он идеально мягко. Да, вот он прям холодный бежевый, отлично. Он не теплый, как был прошлый, да? Красиво холодный цвет. Тебе нравится? Он такой пудровый подходит. Да, подходит вот к этому нашей отделке, подходит вот по цвету даже. Мне нравится. Главное, что я могу лежать, а вы можете вот, ты можешь. Мама переживает, что вот она может лежать, а мы, чтобы, знаете, вот так вот раз и все. И вот дымят по месту. И облокотились, вот. Короче, девчонки, этот диван недорогой. Давай полностью его покажем в целом, как он, да, и как он разбирается. Плюс еще на нем может спать два человека, у меня могут остаться еще друзья. Вот. Да, вот так вытаскиваешь до конца. Не-не, вытаскивай, да. Да-да-да-да. Вот так вытаскивается, поднимается. Это дельфинчик он называется, да? Не помню. Мила, выше-выше, да, вот тяни. Вот, он простенько. Да что, вот. Тут же элементарно все, да. И все, застилаем. А ну, полежи. Все семьи у нас тут можно. Да. Твердые, да, что хорошо? Да. Тут и ноги еще для высоты. Да, высоты много, на самом деле, если подушки эти убрать еще. И, кстати, вот мне что нравится, подушки убираешь, и здесь, ну, красиво как бы остается. Вообще можно две подушки убрать, реально. И будет больше места глубже сидеть. Вот так вот, смотри. Там вот не уберешь, потому что там у нас вот такое вот идет, видите? Ну, некрасивенько немножко, поэтому здесь подушки надо оставить. А вот здесь можно убрать, в принципе, или оставить вот так одну. Ну, короче. Да они нужны, это, вижу, очень хорошо. Нужны? Да вот они такие нормальные, я могу под голову... Чехлы снимаются. Я устала, она под голову положилась, и я кайфую. Да вообще, вообще кайф, реально, просто обалденный диванчик, обалденный. Я иду кису. Ты кису потерял? Киса. О, вот смотри, можно киса, она не потеряется там. Ну, не пойду. Так, а собираем тоже? Собираем тоже, давай, вот так, раз. А киса где у нас? Милочка, иди сюда. Так, она там вот, мам, застряла. Подожди, давай ее вытащим. Мила. Мила. Раз и раз. Все, мгновенно, мгновение ока. Мила. Давай в целом. Ой, да что ж такое, вы все... Стену надо покрасить, видите, она уже немножко, это... День, ну дай покажу в целом диван-то, как смотрится. Все, кайфить. Милка, мы с тобой кайфуем. Кайфуем сегодня мы с тобой кайфуем. По цвету Милки, я говорю, Милку будем искать, а она просто на диване лежит. Мы ее потеряем. Вот. Ну, короче, вот, хорошенький цвет. Давай свет включим еще побольше. Вот так. Вот, мне нравится, да, что он холодного отлива. Я теперь буду здесь тоже видос снимать. Он вполне вместительный, он вполне даже себе вместительный, глядь. Да. Да, даже, вот, смотри, ты села здесь, кто-то сел, и вот я еще села. И можно телек смотреть, в принципе, вот, втроем, втроем отлично сюда поместится. Вот, глядь, я кайфую, хорошо, ноги задрала. А вот там Денька. Денька вон, да, вчетвером. Ему тут вообще тоже, он уже даже хоть лечь. Да, кто-нибудь из подруг, кто ко мне приедет. Так и там тоже комфортные места нет, нет, можно сидеть, да? Блин, мне нравится, что он компактненький, он не занимает места, да? Не кажется, что он такой здоровый и все занял. Вообще все отлично, проходник, вот, свободный проход. У меня здесь еще места, смотрите, сколько крутится. Здесь рабочий, да. Вообще, я думала, еще идея у меня была такая, вот этот стол поставить вот так, вот сюда. Я тоже думала. И там вот стулья, как бы, если кушать, да, вот так раз сели, и все, и мы как бы телек смотрим. Но тогда мой рабочий стол не здесь должен быть, тогда его где-то надо в другом месте иметь. Рабочий стол, да? Вот, либо рабочий стол, вот еще идея. Не смотрите, у меня бардак всегда творческий беспорядок здесь на столе. Либо стол вот этот перевернуть, поставить его сюда. Здесь поставить мой экран, здесь будет мой рабочий стул. А здесь я хочу повесить красивые занавески, хотя бы как минимум тюль. И тогда в комнате будет больше уюта. Вот, и, ну, тоже, и вот, как бы вот это вот все, видите, такое все, вот, окна эти открытые, да? Вот эта вот вещь открытая. Конечно, все это, во-первых, оно пространство забирает из-за того, что это все натыкано. Плюс оно какой-то, знаете, угол какой-то неоформленный немного, холодный такой, да? Если здесь будет хотя бы тюль такая висеть, плотненькая, не супер прозрачная, такая плотненькая, тут можно занавески и не вешать. Хотя занавески почти точно такого же цвета у меня в спальне, да? Можно такие же, как в спальне. Но это будет слишком, мне кажется, уютно. Хочется, чтобы все-таки оставался какой-то рабочий момент. Не хотелось бы спать, чтобы здесь, да, а хотелось работать. Поэтому просто плотную тюль, да? Она должна быть прозрачная, но не супер прозрачная, а такая вот как бы между. Ну, в общем, кстати, мы сегодня, может быть, пойдем по магазинам и что-нибудь присмотрим. Вот. И рабочее место вполне себе. Можно вот так передвинуть. Оно будет как раз за уголочком, вот так вот, да? И я буду боком сидеть, а не задом к телевизору. Смогу контролировать все моменты какие-то, да? Вполне себе. Короче, можно экспериментировать, попробуем. А вот этот вот угол весь закроем красивой занавеской. И из балкона, видите, тоже у нас там наставлено. Сейчас мы балкон только весной будем делать. И тоже там всего наставлено. И это тоже все скроется. То есть угол сразу преобразится, и кухня просто мгновенно завершится, мне кажется, да? Все, решено. Сегодня тюлю будем покупать плотную. Так, мама сегодня изъявила желание. Говорит, хочу вот это себе, хочу это новое. Короче, хочет взять хорошую обувь и хочет взять хорошую куртку. Вот, потому что, понятное дело, что вот это мы заказываем, все то, сё. Ну, это вот скорее как второе что-то, да? Как вторая вещь. Все-таки, чтобы по всем параметрам взять. Я хочу однозначно спортивного. Я хочу спортивного стиля, полусапожки спортивного стиля. И какую-то куртку зимнюю тоже какого-то спортивного стиля. Это мой любимый все-таки стиль. Я люблю ходить в спортивном стиле. Ну, да. Я хочу себя чувствовать комфортно, чтобы мне нравилось это. И чтобы это было вне. А кто это тут? Вот интересненько. Кто это тут? Да, Милка это тут, скажите, тут коробки любит. Такая жопа малая. Вот теперь коробки надо еще нам вынести. Эти коробки не надо две недели хранить? Не, это просто по-постому. Да я ошибчу. Мы сейчас свернем рулончиком. Прям возле дивана хочется покрутиться. Ой, я слушаю, я обалдена. Все, класс. Девчонки тоже обрадовались сегодня. Танюшка мне звонила. Блин, смотри, а у нас не закрылся. Надо по-любому как-то это оттирать. Вот этот кусок не закрылся. Ой, ты меня напугала. Я думала, что-то с дивана. А здесь все закрылось. Да, это мелочи жизни. Придумаем что-нибудь. Методом проб и ошибок. Стену хотелось бы как-нибудь мне задекорировать. Ну, как бы белая неплохо, но что-то хочется сюда еще. Картина, может быть, должна быть здесь какая-нибудь, а? Интересная. Ну, может. Девочки, подавайте идею. Вообще, я думала, может быть, какие-то обои. Но обои сложно. Слушай, какая стеклянная картина красивая? Не, стеклянная сюда не надо, потому что я же снимаю. Будет все время отблеск. И как-то нет, розовую не хочу. Тем более, ты смотри, сейчас будешь снимать на этом диване. Тебе надо, чтобы это было на ней. Да, что-то такое интересненькое сюда хочется, а что непонятно вообще, вообще непонятно, вообще не знаю. Вот там доделать надо. Ну, короче, да. Вообще освежить надо стену, потому что вот там, видишь, что-то наляпано подрата. Да, стены надо будет там, там, там где-то освежить, подкрасить, где-то помыть. Кстати, этот диван, он еще идет у нас на ножках. И эти ножки, они классные, что очень классно двигается. То есть диван можно легко передвигать с места на место. Он прям ездит как будто такой, да? Не, на ножках, но он двигается легко. Ну, я имею в виду не острые ножки, а они закругленные. Да, он классно ездит. Короче, влог посвящен дивану. Все, допиваем кофе и красимся, и потом... Вот мой цвет волос сейчас, да. А, ну окрашивание уже было. Я оставлю, если что, ссылку тут на видео где-то, да, в какой цвет, что, красились. И вы меня уже дальше будете продолжать в новом цвете волос. Ну что, мои хорошие, я сделала перестановку небольшую. Так, на самом деле, намного комфортнее. Единственное, что у меня теперь прям перед самым экраном, лицом находится экран. Просто полметра, вот, это не очень комфортно. Да, мне нужен новый стол, чтобы там были еще и ящички, вот, как-то все скрыто аккуратно, место появилось. Теперь вполне возможно, что это будет место компьютера, он здесь вполне комфортно. Сейчас батарея фигачит, и у меня и сушит лицо, и губы, и в носу все сушит. Поэтому я закрыла вот здесь, вот так вот, чтобы чуть-чуть пока что оно грело, да. Но когда будет занавеска, я думаю, оно будет само по себе немножечко скрывать все это. Пока так. Там еще не доубирала, пыль везде повытирала. В общем, будем думать сейчас с мамой, что сюда в первую очередь повесить. Будем постепенно делать, смотреть и дополнять. Естественно, девочки, все вы напишите, что гребанное это кресло, оно вообще сюда не подходит по цвету, по интерьеру. Понятно, я его подарю кому-нибудь, да, потому что оно комфортное, оно удобное, реально. Я на нем бы и так бы и каталась, честно говоря, и нормально, если бы оно по цвету подходило. В общем, я его кому-нибудь отдам, задарю кому-нибудь, пацанам мелким, да, кто там любит играть. Пусть осанка хоть бы нормальная. Вот, а себе буду присматривать, конечно же, в интерьер цвета, чтобы все было красиво. Вот, короче, сегодня мы собираемся с мамой по магазинам, мы, может быть, куда-нибудь еще и зайдем. Не только за вещами, но и в хофф, может, зайдем, посмотрим, там и тюли, и кресла. Что вообще продают, приценимся, посмотрим. Но за навески, я думаю, мы сегодня купим. Смотрите, кто к нам пришел, Катерина пришла. Ой, такая в новогоднемся, подарки нам принесла, обменяемся подарками. Смотрите, сколько Деньки она вкусняшек принесла. Денька. Ты знаешь, это вообще здесь половина маминых любимых вкусняшек. А это что? А ну-ка. Ух ты. Наклейки. Наклеивать сюда. Разберемся потом. Это ж мои любимые. МНД. Твикс. Катя, где ты была раньше? Мне вчера и позавчера так не хватало. Я думаю, блин, уже в квартире, думаю, что бы взять. Сейчас бы Твикса, думаю. Непосименьки. Так, Денька пока разбирается. Крошки мои, смотрите, мой новый лук. Лук-лук. С новой шапочкой. Ложи в кармашки, денежки. Денежки в кармашек ложи. Значит, смотрите. Вот так я внутри выгляжу, да, вот в этой кофточке. И, наконец-таки, первый раз сейчас одеваю эту обувь. Прям кайфую. И она такая удобная, с первого прям раза надела носочки. Надела носочки под шапочку. Да? Видите, как красиво смотрится. А вот если я одеваю верх, тоже смотрите, как стильно. Только шапка и носки вот так выглядывают. Вообще бомбезно. Так у меня еще носки есть яркие. Это здесь надписи только Levi's. Levi's, правильно. В магазине спрашивала. Причем в двух магазинах спрашивала этой же фирмы. Одни говорят Levi's, другие Levi's. Я, короче, уже начала по-разному называть. И поправляют меня тоже все по-разному. Кто-то говорит Levi's, а кто-то говорит Levi's. В общем, мама тоже тут вся на луке. Она вообще, ей вообще не нравится эта куртка. Ей не нравятся сапоги. Она устала. Нравится цвет, но мне не нравится, что капюшон тяжелый. Вот это туда вот весь оттягивается. Ну, сейчас пойдем выбирать тебе. И то, что она широковато все-таки. Мама тоже, видите, на гламуре у меня купила классный вот такой вот этот костюмчик тепленький. Ей нравится цвет. Цвет трендовый. Вот надо что-то подобрать сейчас тоже, чтобы подходило по цвету. Вот, знаешь, если вот как бы куртка, она была бы комфортная и вот сделана. Вот я люблю, когда здесь подборно зимой. Так вот капюшон и вот подборно. Было бы супер. А здесь вот эти клубы... Звонят мне, звонят. А еще смотрите, какая буду сегодня гламурная. Сестра задарила мне подарочек. Вот такую вот офигенную масочку. Просто для гламурной Селены. Девочки, тадам! Наша шапочка в Блэкстарном месте. Я сошла, я так и знала, что где-то она лежит. Я знала, что в этом кафе мы ее потеряли. Просто там, видимо, люди сели, и она куда-нибудь завалилась. И все. И девушка говорит... Я говорю, не находили шапку? Она говорит, вон что-то там висит. Я говорю, о, она. Забрали. Класс! У нас тысяча шапок. Девочки, знакомлю маму с романтикой Макдональдса. Кушать на... Можете подумать, я Макдональдс первый раз ею? Нет, вот именно вот так вот. На самом деле, я часто беру вот здесь в этом Макдональдсе. Сейчас, кстати, все проверила. Последние два раза, помните, косяки были. Сейчас все стояло, проверяла, блин, все досконально. Все нормально. И вот мы сейчас встали здесь, кушаем. И я думаю, глянь, с мамой мы с тобой так еще не раз стояли. Мы с тобой стояли вот там, на пятачке. А, да, ели уже. Да, и у нас тоже там помидоры не доложили. На самом деле, хотели нормально поесть. Но до 11 сейчас торговые центры работают. А в 10 закрываются все кафешки. Просто все было закрыто. И мы просто мчали уже куда-нибудь, где нам быстро приготовят. И мы поедим, потому что мы были ужасно какие голодные. Приятненько нам. Макдональдс не закрыт. Да. На, вылез. Ой, ну что, девчули. Пришли мы. На новый диван упало. Я сначала кухню не узнала даже. Все, руки помыли. Короче, сил нет. Вот сейчас раздеваемся. Да? Ты мой котенок, да? Ой, как котенок. Мы сейчас раздеваемся. Я быстро, да, и не укладываюсь спать. А вот. Потому что временько уже поздненько. И еще я наслаждалась своим новым цветом. Мне он нравится больше, чем вот предыдущий. Я чувствую небольшое отличие. Вот этот цвет мне больше по душе. Он более такой натуральный, мягкий, благородный и ближе к моему. Тот был все-таки чуть рыжее. В общем, мои дорогие, время... Ой, сколько время? 15 минут четвертого. Как обычно, я поздно ложись спать. Посмотрела сериал «Саранча». Он состоит из трех или четырех серий. Четыре серии, по-моему. Ну, так, понравился мне. Держал до конца, до самого русских сериал. Вот. И сегодня ездили с мамой, купили ей обувь. Но не купили верх. Очень сложно подобрать ее размер. Надо ехать в определенные магазины какие-то. Вот. Но она, наверное, завтра у меня останется. День я все-таки должна как-то отдохнуть. Это целый день. Мы сегодня вообще в такой суматохе. Я нифига не отдохнула. Мне как-то надо самой собой хотя бы денек провести. Ну вот. Короче, пошла я спать. Я устала, на самом деле засыпаю. Я еще видео пришла, сняла. В общем, спокойной ночи. Папушка спрятала Денни. А где эта Денечка у нас? Денни, Денни. А че домик? А че? Ух ты! Какой классный домик у тебя здесь. Даля, диван для тебя, да? Чтоб ты в домике здесь жил. Да. А кто, как мы лежать будем? Ну вот, бабуля, вон тебе место там с краю и мне. Ребенок тоже занят, он в домике. Ну ладно. Вы ж тоже любили в домик играться, когда были маленькие. И мы тоже любили. В домике строили. Ну играйся, играйся. Всем доброе утро. Проснулась, пью кофе, загружаю видосик вам. В общем, доброе утро. Бабушка построила еще один домик. И кто там спрятался? Кто тут спрятался? Кто? Это кто тут? Это кто тут? И че у нее такая бушка? Такая бушка. Да что я тебя так люблю? И что я тебя так люблю? Ты прям вообще бушка, мы невозможно, кошка. Буйка. Так хочется сходить за ухо. Домик заценила вообще, кошка. Будешь тут жить? Да. Милка. Даньку не пустишь теперь туда, да? Скажи, Даня, пусть там с пылесосом играется. А я тут буду пока домик охранять, да? Ты моя мозг. Мой, 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 мой. Ай! Ты че нападаешь на маму? Ты че нападаешь на дикую кошку? Дикую кошку. Ушастая. Создание ушастая. Ой, ой. Озверела. Ага, на мать нападаешь? Ты че, кошка? На мать решила напасть? Ты вообще знаешь? Ты вообще знаешь, с кем связалась? Ты, блин, кошка. Ох, дикая. Дикая моя, дикорка моя. Дикорка такая с характером кошка. Ой, нападает. Ой, нападает. Помогите, помогите. А щит тенилась такая. Ой, ты че, на мать нападаешь? Ты че, на мать нападушку? Пас, пас. 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 Че? Да все, милая, ты одобрела уже. Она должна быть дикая, такая. Ош. 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 Не попала. Не попала. Не попала, кошка. Ой, а как она? А тем боже, как она хвостом доверяет злая. Злая кошка. Типа она такая не при делах, слышишь? Хочет, чтобы я ближе. Нюхка, 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 нюхка бежит за мной. Нюхка, пас. Любовная кошка моя. Моя любовная кошка. Ой, бабушка, еду. Я, мне кажется, сегодня давала ей, нет? Половинка или вчера? Давала ночью? Че ты грязная какая-то. А? Кошка, ты грязная. Дай, мама тебя приберет чуть-чуть. Ты какая-то, как будто в перьях валялась. Мне давала ночью, наверное, да? Пошел. Ой, какая хозяйка тут восстала. Посмотрите на нее. Посмотрите, хозяйка. Дома кто здесь? Отстань. Коша. Ай, как тут вкусно. Все. Беги. Добрый вечер, мои хорошие. День следующий. Я не помню, что я вчера снимала. У меня сейчас не очень хорошее настроение, честно говоря. Постараюсь меньше показывать себя в кадре. Что? Что? Надо отвлекаться как-то, чем-то заняться. Перестать гонять некие мысли в голове. Вот. Лайфхак. Сейчас мы с вами, чтобы отвлечься от рутинных дел, неприятных каких-то моментов жизненных, мы с вами отвлечемся на то, что я хочу повесить здесь тюль. Я купила тюль 3 метра, цельную просто. Я подумала, что мне здесь не нужно разрез посередине, достаточно будет цельной. И купила, на что приделать. Выбирала тюлей очень много. Вообще я хотела, как вам говорила, какую-то плотную тюль. То есть не такую прозрачную, но плотную. Ничего интересного такого прям не нашла. Либо по длине мне не подходило, либо еще что-то. В итоге остановилась на той тюле, которая у меня везде висит. Вот. В общем, сейчас я ее повешу, посмотрим. Я думаю, станет получше. Если будет недостаточно лучше, буду искать просто уже в других магазинах. Я смотрела в Икеа или Ро, там ничего не нашла. Запомните, как сейчас у нас здесь. Кстати, кресло я уже нашла, кому отдам. Племяннику своему, он будет рад на нем погонять. Но я себе буду искать светлое кресло. В общем, вот как было. Посмотрите, как станет. Так, ну что, смотрите, она немножко помятенькая. Я ее взбрызгну сейчас. Сейчас она выровнится быстро, потому что гладить ее так тяжело. Она разглаживается, если гладить. Но что я не ожидала, то что 3 метра будет мало. Вы видите, она впритык. А вообще хорошо бы, чтобы она была прям плотненько. В принципе, достаточно этой прозрачности, да, вот этой вот матовости. Но мне хотелось, чтобы было более как-то матово. Вот. В принципе, там одна была еще занавесочка. Просто она в 3 дорого стоила. И там было 4 метра. И мне показалось, блин, эти 4 или 5 метров. Думаю, да это много, наверное. Но вот не знаю. Может быть, еще одну сюда купить все-таки. И оно будет... Тогда вот сейчас я гармошкой сделаю. Вот наполовину, да, если она... Вот так вот, к примеру. Когда сборка... То есть эта сборка, она же еще усиливает. Правильно? Вот, смотрите. Сборка, и она больше белого. Больше идет. И здесь еще такая сборка. Господи, вот и кошка. Везде и надо быть на голове. Мне кажется, даже 2 еще такие можно было взять. Короче, 5 метров. Прекрасно было бы, мне кажется, сюда. Единственное, что вот там я ее закрепила. И вот там, ну вот здесь вот, да, мы только можем отвернуть вот так и все. Но не открывать. Открывается реально только с одной стороны. Вот так вот. Вот я думаю, либо взять 5 метров. Такой же. Либо взять 4 метра. Вот, на мой взгляд, она была чуть матовее. По-моему, моего даже размера была. Ну, короче, вот буду думать. Пока будет так. Не знаю, успею до Нового года, не успею. Крошки сделала себе маникюрчик, педикюрчик. Да, пользуюсь лаком. Лак вот такой вот у меня. Стеллари, да? На ее стеллари. Правильно я же говорю? Да, стеллари. Такой цвет решила красный с блестками, видите? Вот. Ну, только высыхает. Еще я сижу такая вот вся здесь в домашнем. Маникюрчик, педикюрчик сделала и, ну, покрасила сверху. Все это дело. Вот. Так, кстати, комфортненько. Мне очень нравится. Прям надо еще одну взять, тюль. И вообще будет зашибись. Сразу прям закрыла весь этот обзор. И прям вот тюль решает. Я думала, она будет просто очень прозрачной. И ничего особо не закроет. Но она, видите, даже вот так закрыла. А если она будет еще у меня больше складкой, еще круче будет. Еще я думаю, покрасить сегодня наконец-таки брови надо покрасить. Но теперь у меня должны как следует высохнуть ногти. Я не знаю. Ну, вообще этот лак достаточно быстро сохнет. Но красный, чтобы он хорошо прям лег, я сделала два слоя. И второй такой прям жирный-жирный. Боюсь, что долго будет сохнуть. Я сразу все как раз поубирала, закинула стирку, чтобы уже ногтями ничего не делать. Доброе утро, мои хорошие. Настал день следующий. Не знаю даже делиться, не делиться. Я не люблю, честно говоря, делиться какими-то не очень хорошими событиями в жизни. Даже настроением каким-то не очень хорошим. По-настоящему не очень хорошим. А не то, что там, знаете, блин, что-то там случилось. То, что сейчас исправится через какое-то время. Быстрая. Такие вкусные. Вкусные. Денечке приготовила завтрак. Вареная картофель. Я ее чуть-чуть порезала, поджарила, залила ей яйцами и добавила сыр. Это его любимые продукты тут все. Зая, только давай... Только не балуйся, давай кушай, ладно? Мама так старалась, готовила. Кушай. Думает, умничка. Вот. Я, честно говоря, последние дни сейчас очень на нервах вся. Потому что ситуация... Ситуация сложная. Она не решается быстро, к сожалению. И мне нужно проявить терпение. И поток мыслей моих, ну вообще его не остановить. Я сейчас... Я как будто получаю какой-то новый опыт, потому что переживания, связанные с чем-то подобным, у меня не было. Вообще, мне кажется. Не, подобные переживания были... Не подобные, а я имею в виду то, что я чувствую внутренние, да? Были, когда я была совсем еще молодая, да? И не понимала, что происходит, и ты немного в какой-то непонятной... Непонятной, вот находишься в неподвешенном каком-то состоянии, непонятном. Ну я не знала, что вот сейчас к моим годам тоже мне придется испытывать подобные эмоции. И что вообще я их способна еще испытывать. Вот, поэтому не буду вдаваться в подробностях, просто сейчас американские горки просто на пике. Я получаю новый опыт эмоциональный, пытаюсь с ним справляться. Вот. Пью успокоительный, в помощь. Вот. И надеюсь, что более-менее разрулится все. Я чувствую, что Новый год я проведу в таком состоянии, нестоянии, без настроения. В общем, я надеюсь, что у вас ни у кого так не будет. Никаких-то непредвиденных, непонятных ситуаций, которые могут так сказаться на вашем эмоциональном состоянии. В общем, ладно. Пытаемся отвлечься, потому что все, что можно было сделать, мне кажется, сделала. Сейчас я пью кофе. Путое пиво очередное успокоительное. Потому что, ну, хорошо с успокоительными. Хотя бы спокойнее, не тревожно. Вот знаете, когда внутри вот здесь вот просто какой-то червячок как будто внутри, да, вот где-то вот здесь вот. Червяк такой вот он. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И, блин, его не успокоить. Немного надо успокоить. Успокоительные. В помощь. Сегодня мне нужно отправить девочкам подарки, кто в конкурсе у меня выиграл. Микрофоны, да. Все четыре девочки объявились очень быстро. Видимо, хороший был подарок. Собираюсь отправить подарки. Ну, они уже получат в январе, наверное, на январские какие-нибудь праздники. Почта сейчас работает очень хорошо. Ну, часто, я имею в виду не так, что прям две недели выходных у них нет. Ну, наша почта во всяком случае работает. Вот. И посылочка от Люси пришла ко мне. Подарочек на Новый год. И я ей хочу подарочек тоже отправить. Вот у меня вот эти суетливые дни. Собиралась раньше отправить, но не получается. Еще я хочу пойти посмотреть тюль в Хофф. Мне как бы эта тюль нравится все, но мне что-то хочется чуть поплотнее. Хочется отличающую тюль от других комнат. Чтобы здесь как-то другое что-то было. Но, в принципе, такая же прозрачная. Вот. Никаких рисунков. Прям, знаете, даже бывают какие-то мелкие узорчики там. Но что-то они меня напрягают. Вот. И еще я была в Икеа и стол смотрела. Вот. Но самый широкий стол, не широкий, а глубокий стол, 65. А у меня сейчас 60 стол. Ну, мне нужно, чтобы он был 80 где-то. И чтобы, да, там были полочки. В общем, посмотрю, что в Хофф продается. В общем, планирую выйти сегодня. Завтра уже приедет мама. Она входит в положение моего состояния. Что я ничего не хочу, ничего. Она мне говорит, там, будем то-то-то готовить. А у меня как шум такой. Я говорю, мама, мне все равно, что мы будем готовить вообще. Мы можем ничего не готовить. Просто бутерброды сделать и все. Вот у меня такое состояние на Новый год пока что. Я его вообще просто сейчас не чувствую. Вот, и мама взяла на себя ответственность. Она сделает винегрет, оливье и курточку принесет. Мы ее здесь запечем. Вот. Вот, в принципе, весь наш новогодний стол будет. Вот. Кто приедет, не приедет, я не знаю. Я думаю, у нас неинтересный будет Новый год для моих молодых резвых подруг. Хочу закончить влог, чтобы сейчас его быстро смонтировать вам и выпустить. Потому что я собиралась до Нового года выпустить очень много видео всяких разных. Но у меня не получается. Вот. Может быть, даже два раза, может, 31-го я выложу сразу два видео вам. Не знаю. Посмотрим. В общем, этот влог в этом году я хочу закончить. Вот. Сегодня у меня в планах поехать в Хофф, посмотреть еще стол, стул там. В общем, какие-то. Посмотреть, что продается. Прицениться и по цвету приглядеть. Вот. Вот. Потом уже следующий влог, он будет где-то 2-го числа. Как мы провели Новый год. Я надеюсь, что мы его проведем более-менее с настроением, если честно. Потому что сейчас у меня настроение... Его нет. Вот. Поэтому... Не знаю. И... Хотела закончить этот влог тем, что я желаю всем, чтобы не было у вас никаких качелей, чтобы не было у вас никаких непредсказуемых событий в вашей жизни, которые бы как-то ухудшило ваше состояние, ваше настроение. Я хочу, чтобы все у вас было хорошо. Чтобы ваши качели, ваши американские горки поднимались только вверх. И проходили где-то там, наверху. Вот. Ну, в общем, в этом году я еще с вами не прощаюсь. Я все-таки думаю, что я сниму для вас видео в этом году. Вот. Целую вас. Люблю. Готово. Готово. Спасибо. Продолжение следует...